С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, с Рождеством, с зимними, весёлыми русскими праздниками! Год начался непростой. Семнадцатый. Много вопросов возникает о том, избудет ли Россия столетний цикл хождения по мукам, или наоборот, от этого года нам ждать новых бед, новых сотрясений. Трудный вопрос, но в празднике мы говорили о приятных и радостных вещах, а теперь мы приступаем к разговору о семнадцатом годе, к которому неоднократно я буду возвращаться и возвращаться весь год, потому что дата семнадцать для каждого русского, к сожалению, значит необычайно много. И я рада приветствовать в своей студии Дмитрия Петровича Абрикосова, представителя купеческого собрания и старинной купеческой фамилии, который уже единожды у нас бывал и, надеюсь, ещё не единожды побывает. Здравствуйте, Дмитрий Петрович! Здравствуйте, Елена! С Новым годом, уважаемые радиослушатели! С Рождеством Христовым, с тяжёлым, с годом, который сразу действительно напоминает о тех испытаниях, которые мы продолжаем на себе испытывать, и вернее нас испытывает жизнь и проведение, ну и действительно говорить об этом необходимо, совершенно согласен. Дмитрий Петрович, мне хотелось бы начать наш разговор с того, о чём Вы упоминали уже в личном разговоре со мной, с письма Ивана Бунина, которое адресовано представительницей Вашей семьи, потому что никто иной, как Иван Бунин, весь ужас революции не сумел передать именно с такой чудовищной выразительностью, с такой кровью сердца. В днях окаянных, да, это произведение было программным, действительно. Письмо совсем маленькое, я его опубликовал на своей странице в интернете, вчера буквально. Оно очень важное, очень короткое, оно обращено к супругу моей прабабушки Надежды Николаевны, урождённой Хлудовой, ещё один известнейший, текстильный, богатый, влиятельный, православный, благотворительный род, московский и российский. Надежда Николаевна во втором браке была замужем за Чехом, Карлом Петровичем Карамаржем, который в результате распада Австро-Венгерской империи стал главой правительства Чехословакии. Но при этом, как сами говорят чехи о нём, он был первым премьером, последним русофилом. Сегодня его называют именно так, Елена. И это очень важно понимать. Карл Петрович пожертвовал своей, немного, два слова хочу сказать, пожертвовал своей политической карьерой, потому что не пожертвовать не мог. Европа и тогда, в 18-м, 17-м, 14-м, 15-м, вот в эти годы начала 20-го века, рассматривала для себя два пути развития, американский или русский. И поскольку президентом вновь созданного государства Чехословакии был проамериканский Масарик, его супруга была американка и приехал на Соединённых Штатов, А Карл Петрович имел супругу русскую, очень прекрасно себе представлявшую, что надо, что ценно, что дорого и что важно. И Карл Петрович полностью был согласен и разделял все мысли по этому поводу своей супруги. Так вот, Карл Петрович считал, что без России Европа существовать не может, ни полноценно, ни как бы то ни было ещё. И все волнения, и все катастрофы 20-го века он предвидел и описал всё это в своей книге «Русский кризис». И связывал, например, процессы укрепления Германии на основе правых взглядов, да, скажем, мягко, на основе фашистских взглядов. Он видел в этом ещё в начале 30-х годов причиной было отсутствие России, сильной, с определённой позицией. Ну, а я бы тут немножко всё-таки возразила относительно позиционирования фашизма как правого, потому что он всё-таки социализм. Ну да, социализм, да, но тем не менее основанный на выделении одной из наций выше других, да, и определение качества личности не по личным характеристикам, а по характеристикам принадлежности к тому или иному народу. На мой взгляд, это одно из преступных проявлений человеческой мысли. Так вот, Карл Петровичу обращается со своим письмом 12 декабря 1921 года Иван Алексеевич Бунин. Пишет он, называя Карла Петровича высокочтимый господин доктор, поскольку Карл Петрович был доктор права, и обращается он к нему в связи с тем, что получил поддержку финансовую, находясь во Франции, в эмиграции, получил не лично от кого-то. Иван Алексеевич был очень гордый человек. Его безумно обижал, оказавшись на чужбине, в вынужденном бегстве, поскольку наш октябрьский переворот он не принял ни в каком качестве, и вынужден был бежать из Одессы уже под канонаду наступавшей Красной Армии. И во Франции писать не мог, а именно в декабре 1921 года он узнал о том, что в Савдепии погиб его брат, и после этого он впал в большое уныние. А жить было не на что, принципиально было жить не на что. Все просили новых произведений. Он был очень известен в Европе, это был выдающийся писатель. Ему было 50 лет в этот момент. То есть он был совсем не молод. И вот в этом катастрофическом положении он вдруг получает помощь от чехословацкого правительства, которым руководил Карл Петрович. Получает помощь финансовую. И вот он в ответ присылает эту записку. И там есть очень интересная фраза. Я благодарю вас от всего сердца и обещаю вам помнить вашу поддержку, которая пришла от вашего правительства. И в моем лице вы поддержали и выразили свое отношение к русской литературе. Вот эта высокая планка всегда за 18 лет после революционных событий в России, сколько просуществовала семья Карамаджи в Праге, высокая планка их отношения ко всем русским беженцам, Харбин, Берлин, Париж, Нью-Йорк. Они поддерживали никому не нужных, вытесненных из территории своего родного дома, своего государства людей. Это были ученые, это были педагоги, профессора, руководители кафедр и целых университетов. Это была элита нашего народа, русского, российского народа. И поддерживая таким образом, вот эту высокую планку они держали 18 лет, отвечая на каждое письмо. В архиве Надежды Николаевны хранятся тысячи писем со всего света. И в каждом этом письме можно понять, что произошло и каким последствиям эти события привели. И 18 лет до 36-го года, до конца 36-го года, до момента смерти Надежды Николаевны и Карла Петровича, они буквально полгода Карл Петрович пережил свою супругу, он не мог без нее жить. Настолько он ее любил и ценил как друга. И вот эта высокая планка, она очень серьезно для нас, современных людей, живущих в 21 веке, дает нам возможность по этим письмам понять и изучить. Не на основании того, что просеяно, переработано, ангажировано, может быть, во многом, историками, учеными, но, тем не менее, это уже некая выжимка, это некие выводы. Я не люблю выводы, я люблю их делать сам. Я не люблю читать и слушать выводы людей, мне неизвестных, как минимум. Так вот, ознакомившись с такими письмами, а у меня их много, я буду их публиковать, я думаю, весь этот год, с большой, большой, раскрывающей ситуацию, которая происходила вокруг этого письма, с тем или иным героем, насколько мне это удастся, я думаю, что это в хорошем смысле слова обвинение, обвинение времени, которое происходило и событием 100 лет назад. Из этого обвинения я не хотел бы видеть какой-то шумный, громкий, политизированный процесс, я бы хотел получить самостоятельные выводы у тех, кто прочтет эту переписку, ту, которую я смогу опубликовать, чтобы эти выводы нам помогли встать на правильный путь исправления тех ошибок, которые были допущены всеми, буквально всеми. Да, безусловно, если вы помните, вот недавно на презентации моего романа я говорила о том, что в феврале, условно говоря, виновен всякий, кто встретил эту страшную дату в констуке и шляпе. Бесспорно, согласен. И не только. Я, может быть, совершу такое, я бы хотел сказать это более мягко, по отношению к себе, прости, Господи. Но, тем не менее, первое, что было ошибочным, это реакция русской православной церкви на события, происшедшие в царском поезде. Никакой анафеме никто предан не был. Если бы у каждого храма, куда ходили миллионы верующих, церковь распространила бы сообщение о том, что придают анафеме тех, кто нарушил все действовавшие законы в стране, во время ведения войны, постигнул на глава командующего армии. Это первое преступление. Это генералитет. Император, это глава светской государственной власти и церковной власти, постигнул на главу церкви. Нет. Собрались и вынесли трон. И стали заседать без главы. Это тоже ошибка. А на тот момент, в 1917 году, иерархи состояли в основном из христиан. Не было ни одного иерарха из дворян. Это я точно знаю, это изученный вопрос. Понимаете? Очень много вот таких, вот таких исторических, ошибочных действий, а по поводу мнения церкви, это нельзя считать ошибкой. Я понимаю. Хотя, вы знаете, ведь строго говоря, вот откуда берутся, вот когда говорят, плохая полиция, плохое духовенство, откуда берется духовенство, откуда берется полиция, да из нас. Конечно. Все болезни общества неизбежно отражаются и на тех, кто должен это общество так или иначе защищать. Бесспорно. Это внутренний разврат. Это, в принципе, желание отойти от положенных и определенных Богом, прежде всего, норм жизни. Глава церкви, глава церкви, венчанный монарх, венчанный с государством монах, церковь не могла не предать анафеме то, что произошло, и не было точно установлено, а что же произошло. И сегодня постоянно подвергается сомнению фактологические события, как это происходило, кто при этом присутствовал, что, кто подписал, карандашом или ручкой. Друзья мои, если мы так относимся к столь важным событиям в государственном устройстве такого колоссального государства, объединяющего на своей территории невероятное количество народов, разных народов, которое вело войну, Первую мировую войну. Мало этого, по условиям соглашения с союзниками, Россия должна была выйти не только победителем, она должна была выйти главным победителем, пройти на Святую Землю, между прочим, получить доступ к палестинским территориям. Посмотрите глобально. Константинополь. Конечно. А дальше Святая Земля, освобождение всех святынь от тех, кто их там заполонял. Ну, минуточку, Дмитрий Петрович, вот я немножко с вами поспорю, не потому что не согласна, а потому что надо иногда поспорить. Вот церковь делает безмерно смелый, архиправильный шаг за некоторое время до упоминаемых вами событий, она анафемствует графа Толстого. Да, согласен. Который, в общем-то, подождите, который, в общем-то, ну, фактически автор новой ереси, ереси, охватившей всю интеллигенцию, ну, очень значительную ее часть. Бесспорно. И что Куприн, который впоследствии пишет дивные мемуары о том, как было хорошо в царской России, пишет рассказ анафема, где показывает замечательное духовное лицо, которое вместо того, чтобы Болярина-Льва проклясть, Болярину-Льву провозглашает многое лето. И вот Куприн в данном случае это выразитель вот по поводу, то есть это сигнал для церкви, что как-то вот ну, можно побояться. Я не говорю, что можно побояться, по-хорошему никого нельзя бояться. Но тем не менее... Кроме Господа. Кроме Бога одного. Но тем не менее, вот такая вот реакция, когда один из ведущих писателей, в общем-то, фактически чуть ли не наравне с Буниным стоящей, Куприна, и вот пишет вот такой рассказ, и все его с восторгом читают. То есть плохой звоночек, и церковь понимает, что вот общество-то... Елена, я не хочу вас обидеть, но тоже хочу поспорить в ответ. Я отношусь к русской литературе, тем более мы с Иваном Алексеевичем Буниным начали, с его письма. Я отношусь к русской литературе немножко, может быть, необычно. Я не пытаюсь... Только не хочу вас обидеть, как замечательного писателя. Я считаю, что место литературы, это ее место, и это место никак не может и не должно касаться ни морали, ни государственных устоев, ни нравственных устоев, семьи и тому подобное. Писатели, наши великие русские писатели, Достоевский, Федор Михайлович, Лев Николаевич Толстой, о котором вы упомянули, они-то не были образцами ничего позитивного в личной жизни. О, нет, да, не были. Но они описывали себя, придя к выводам очень жестким и очень страшным. Фактически, их произведение это было покаяние. Возьмем Анну Каренину, к примеру, небольшое отступление. Ах, ах, невозможно было развестись. Толстой осуждает этот момент или нет? А я вам скажу, огромное количество, расскажу об огромном количестве примеров, когда люди разводились и делали в это же время все цивилизованно. И никаких проблем ни для кого это не составляло. Моя прабабушка, та же самая Надежда Николаевна, рожденная Хлудова, развелась с моим прадедом и вышла замуж вторично. Мой прадед был обречен на всегдашнее безбрачие и больше не женился. Но у них было пятеро детей, которых надо было воспитывать. А она вышла замуж, ей было разрешено венчаться вторично. Очень много оговорок для разрешения развода существовало. Очень хорошо. А не надо разводиться. Я против свободы. Это психическое нарушение, но... То есть я должна так считать, но, строго-то говоря, да, однокорейник, это, конечно... Ой, уши... В воскресенье, пожалуйста, еще одно произведение. Уши у ее сына должны были быть лопоухие. Да. И от любимого сына женщина не любит ребенка, а любит от того, кого любит. Конечно. Поэтому он, пытаясь морализировать, он все врет. Она должна любить не лопоухого Сережу, а рожденную по любви дочь. Да. Он все делает наоборот, потому что он хочет подогнать мораль. Согласен. Так вот, хочу вернуться к нашей главной теме. На тот момент наше общество достигло определенного апогея в своем развитии. Я в этом убежден. Интеллигенция волновала, ее волновало огромное количество вопросов и проблем. Русская литература была на пике своей работы и своих возможностей. Русское искусство, коллекционирование, предпринимательство. В результате победы в Первой мировой войне православие, как христианская религия, становилось доминирующей, главенствующей религией в Европе. Славянские государства имели перспективу быть объединенными под эгидой сильной и независимой России под властью императора, но тем не менее в некой форме Евросоюза современного. Посмотрите проекты, все это есть в архивах. Славянские государства, объединенные Россией в Европе. За 100 лет до этого первая попытка, о которой я опять же указываю в книге «Победители», за 100 лет до этого чья попытка? Русская. Священный союз. Христианин не воюет христианина. Да, совершенно верно. И, естественно, тоже ведь Россия... Так вот, Елена, немножко мистики. Россия находилась на таком, в таком положении и состоянии. Война действительно была очень жесткой. Первая мировая война с применением оружия массового поражения. Но жертвы сколько? Миллион? Вторая мировая сколько? Сколько? В 20 раз больше? Это мы даже не знаем. Будем говорить о том, что мы знаем. Но даже то, что мы знаем, в 20 раз больше без использования химического оружия? Но даже не зная статистики, мы делаем простой вывод. Мы каждого встречного спрашиваем, кто у вас погиб в Первой мировой, кто во Второй мировой. И, ну, 20 человек из опрашиваемых, 19 человек из 20, я думаю, скажут, в Первой мировой никто не погиб, а во Второй, значит, вот погиб и там те-то, те-то. Это была великая победа, это была невероятная война Вторая мировая. Но я, например, считаю, что Вторая мировая это продолжение Первой, в которой главного победителя просто отключили, просто отключили, вырубили, простите за это слово, но тем не менее, Россия выпала в самом важном моменте, вот этом историческом моменте, выпала из участников процесса. Даже Версальский мир, заключенный без России, который бы никогда не позволил бывшего врага в лице немецкоговорящих народов, австрияков и немцев, так унизить и поставить в такое положение, из которых они, естественно, взрывообразно вышли из этого Версальского мира, они вышли взрывообразно. Еще одно письмо господина Гучкова Надежде Николаевне Карлу Петровичу, 32-й год, он описывает, что происходит в Германии. Никто из белых эмигрантов не поддерживал фашистов. Никто. Он пишет о том, что происходит. И знаете, какая у него интересная есть там ремарка? Я буду публиковать это письмо очень, буквально в ближайшее время, очень скоро. У него ремарка такая. Вот увидят они все, имеется в виду французы, англичане и американцы. Лицо вот этого нового, новой Германии. И поймут, что происходит в Европе и чем это все закончится. Понимаете? Они предвосхитили все события. И все было всем понятно. Это очень интересное также письмо. Так вот, возвращаясь к теме разговора. Мы в 2017 году. Ситуация сложнейшая. Опять ситуация сложнейшая. Третий раз. 1812-й, 1914-й, 2017-й. Невероятный раскол. Никакому расколу на нашей маленькой планете радоваться нельзя. Никакому. Колоссальное напряжение между разными конфессиями и религиями, между разными цивилизациями, как сегодня мы это называем. Колоссальное количество мнений по поводу того, что с кем и как надо делать. Бешеное количество вооружений, перемещаемых по планете. Вы понимаете, что Господь, мне так кажется, нам опять дает возможность проявить что-то очень главное. Именно нам. Благодаря тому, что мы самое большое государство по территории, нас невозможно здесь поймать. Невозможно. Это совершенно не то, что Европа. Посмотрите на карту. Посмотрите на глобус. А нас возможно разъять. Очень разъять. путем смуты. И я думаю, что смута будет красная, потому что под красные знамена сейчас идет вот эта ностальгизация общества по Савдепу, что все было бесплатно. Вполне вероятно. Да. И, естественно, второго СССР не будет, но под это дело, на мой взгляд, очень можно разъять на Уральскую республику, там, еще что-нибудь. но если посмотреть пока, пока к этому мы не приближаемся, мы сейчас стоим на грани очень серьезного раскола внутри христианской цивилизации. Он всегда был, да? Вот совсем недавно впервые наш патриарх встретился с Папой Римским. И была чудовищная, нелепая реакция. нелепая. Я согласен с вами абсолютно. Так вот, так вот, вернемся к 1917 году, 1917. Реакция церкви, на мой взгляд, была неправильной. На самый момент исключения главнокомандующего и главы государства и церкви, человек в трех лицах был главным в стране. Исключение из оборота, буквально арестовали, вывезли и изолировали. Неправильная реакция церкви. Церковь на тот момент имела колоссальную власть в обществе. Колоссальную власть. Сегодня, сегодня, церковь у нас стала одним из основных институтов. Слава Богу, слава Всевышнему. Ей возвращают храмы, ремонтируются соборы, восстанавливаются обители монастырские. Видите, какое сопротивление этому идет? Церковь это всегда будет. Сатана всегда будет сопротивляться. Елена, вы ждете, мы не в раю. Эта земля, здесь мы должны себя проявить каким-то образом, чтобы нам там простили наши первородные грехи. Так вот, церковь сегодня влиятельная организация. Слава Богу, что она, слава Богу, это огромные достижения и власти в том числе, я так считаю. Как она должна сегодня реагировать? На красную возможную смуту, на вот эти расколы. патриарх встретился с папой. Я просто порадовался, честно вам скажу. Я порадовался от души, что он это сделал. Это подвиг. Священный союз. Да, это подвиг. Встретился в Великобритании с главой церкви, в том числе, королевой Великобритании. Он встретился с ней. Он встретился с близкими нам по крови, по духу, по религии. Родственно. Родственно с близкими. Это очень важно. Может быть, может быть, вот в моих мечтах сегодня, вот в этот очень важный момент, забыть о разделении государства и церкви. Еще одна моя мечта. Забыть. Сказать, я понимаю, но, 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 сильный, сильный христианин никогда не обидит никакого мусульманина. Никогда. Потому что христианин не считает всех других дураками или преступниками, если они исповедуют что-то неправильное с его точки зрения. Завершая, к сожалению, наш разговор, потому что время нас поджимает, но я абсолютно убеждена, что вы еще должны не один раз в течение этого года особенно к нам прийти. Я скажу об одном странном парадоксе, что когда в России была означена государственная религия, православие, почему-то не было никакой межрелигиозной розни, жили хорошо и мусульмане, и католики, и протестанты, и иудеи. Абсолютно. Иногда возникали проблемы, но они постепенно, цивилизованно решались. А вот теперь, когда у нас все равны, хотя некоторые ровнее других, почему-то огромная религиозная рознь. вот по-моему сапиент и сад, что все-таки вот что-то тут неправильно. А я скажу тоже с своей стороны последнее. Христианство это религия, которая терпима к любому другому мнению. Мы не судим никого и не выносим никому никаких приговоров. Мы пытаемся привлечь к нашим ценностям, которые нам видны, но если человек не привлекается, мы же его за это не наказываем, не отрезаем никому головы. Не наказываем, потому что мы ненавидим не грешника, а грех. К сожалению, наш разговор подошел к концу. Напоминаю, что в гостях у меня был Дмитрий Петрович Абрикосов, представитель старинного предпринимательского купеческого рода. Спасибо, Дмитрий Петрович. Спасибо, Елена, до новых встреч.